Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Надя Райс, и вы на моем канале. Вот и пришло время второго прогноза для всех тех, кто родился под знаком Зодиака Скорпион. Вот это созвездие, созвездие Скорпиона, и самой яркой звездой в этом созвездии является звезда Антарес. В принципе, это очень яркое созвездие, его легко увидеть на небе. И опять-таки, с ним связана очень интересная древнегреческая легенда, по которой богиня Гая, то есть богиня Земли, отправила могущего большого Скорпиона для того, чтобы он убил Эраина, который грозился изничтожить всех животных на Земле. Вот такая вот легенда. Ну что ж, давайте посмотрим, что приготовил для вас ноябрь, мои дорогие Скорпиончики. Начинаем. Вы в ноябре месяце. Общие энергии. Ваше эмоциональное состояние. Давайте посмотрим. работа до финансы, личные отношения, кто или что будет вам помогать в достижении ваших целей, о чем нужно подумать уже сейчас, и основа ситуации. Смотрите, мы хорошие. Здесь может быть партнерство, которое вам в тягость, а может быть боязнь принять неправильное решение. В любом случае здесь у вас ситуация выбора. Нужно что-то думать, что-то предпринимать, а возможно тянете, возможно не хочется. Для кого-то, у кого есть партнер, может проиграться так, что на данном этапе времени находитесь на расстоянии друг от друга, и это вас волнует и заботит. Опять-таки, если говорить о вас в ноябре месяце, такое ощущение, что у вас, в принципе, там много чего есть в жизни хорошего, но вы считаете, что чего-то не хватает, есть какое-то недостающее звено, хочется чего-то другого, либо кого-то другого. В любом случае не то, что есть на данном этапе времени в вашей жизни. И, соответственно, можете ходрить по этому поводу, переживать, грустить. Почему я так говорю? Потому что в плане еще эмоциональных состояний здесь у вас такая карта, которая говорит о том, что переживаете из-за какой-то потери. Это может быть и потеря дружбы с каким-то человеком, может быть и так, что кто-то ушел из жизни, вы переживаете, а может быть просто переживание в плане того, что не реализовались какие-то намеченные планы. И, соответственно, здесь недушевного спокойствия. То есть хочется, чтобы ситуация была другой. Опять-таки, если посмотреть в целом на карты здесь, то, скорее всего, это касается семьи и личных отношений. Сейчас мы перейдем к семье и личным отношениям, потому что ситуация в плане отношений такова, что нужно что-то менять, а они готовы. Возможно, не готовы уйти из того партнерства, в котором находитесь на данный момент времени. Либо не готовы отпустить своего партнера из этого партнерства. Опять-таки, ситуация достаточно такая, сложная. И энергии, которые будут присутствовать в ноябре месяце, это, понимаете, застряли вы в прошлом, не открывайтесь переменам, не хотите ничего менять, либо не можете что-то поменять в силу каких-то причин, да. Для кого-то может волнующим быть вопрос детей. Хорошо. Давайте посмотрим, что здесь для дома. Для дома получается так, что если планировали какие-то поездки, переезды, какие-то встречи, какие-то позитивные события, это все либо откладывается, либо не проигрывается в том объеме, в котором вы хотели это получить. Давайте я посмотрю, с чем это, скорее всего, связано. Ну, такое ощущение, что не исполняется то, что вы себе наметили. И причиной тому может быть король Пентакли. То есть, чаще всего проигрывается, как мужчина земной стихии, козерог, телец, либо дева. Опять-таки, если меня смотрят девочки, то здесь может проиграться просто либо ваш начальник, который как-то оказывает влияние на вашу домашнюю жизнь, либо это может быть мужчина женатый, да, но может быть не обязательно ваш супруг. Если же это все-таки ваш партнер, то здесь разочарование из-за того, что не сложилось с ним обсудить и договориться до какого-то консенсуса в плане дел каких-то домашних и семейных. Давайте смотреть ваши отношения. По данной карте нет перемен. Перемены должны быть. Они нужны, потому что идет ситуация какого-то застоя, да. Но они на данном этапе времени не происходят. Либо вы не даете им ход, либо так складываются обстоятельства. Поэтому давайте уточнять, что здесь у вас. Если у вас длительное партнерство, то что здесь? Понимаете как? В этих отношениях нет страсти, нет желания что-то делать, куда-то стремиться, к чему-то стремиться. Возможно, кто-то из партнеров хочет куда-то переехать, а другой партнер не хочет. Идет какое-то несогласие и сложности. Разрыва отношений здесь нет, как такового. Но люди могут быть далеко друг от друга в плане желаний, мыслей и чувств. Вот что-то омрачает эти отношения. Для кого-то может проиграться так, что не складывается с беременностью, с зачатием здесь, соответственно, переживание по этому поводу. А для кого-то может проиграться так, что да, вроде как бы человек хороший, а вот не тянет, и уже не хочется, и уже как-то не складывается. Соответственно, переживаете по этому поводу, но держитесь за эти отношения. Либо этот человек держится за эти отношения. В любом случае, разрыва здесь еще нет на данном этапе времени. Но отношения уже не устраивают. С этой ситуацией нужно что-то делать. Куда в будущее может повернуть? Вот смотрите, здесь очень много может быть связано именно с вопросом беременности, с вопросом детей. Хорошо. А если у вас любовные треугольники, нестабильные отношения, то ссоритесь, то миритесь. Что здесь у вас? Здесь нужно смириться с той мыслью, что тот человек, который находится в браке, то есть в отношениях с другим человеком, то есть скорее всего в законном браке здесь, он не уйдет из семьи. Это можете быть либо вы, либо ваш любовник, но получается так, что да, вы понимаете, что быть с этим человеком в роли жены либо мужа у вас не получится, но в то же время не готовы его отпустить тоже. Если вы ищете знакомство с кем-то, то здесь нет ничего, не происходит ничего. Ситуация застоя, нет никаких позитивных перемен, нет никаких знаковых знакомств, мои девочки, мальчики. Хорошо, давайте посмотрим, что здесь нужно уже планировать в ноябре месяце. Поездки, переезды, перемещения, то есть может быть, что гости приедут к вам, например, в декабре, либо вы собираетесь в гости куда-то поехать, но эта поездка как таковая, она не случится в ноябре, это планирование на будущее. Для кого-то здесь вопросы транспортного средства, это продажа, покупка машины, мотоцикла и так далее, и тому подобное. Далее, давайте перейдем к вашему вопросу работы. В плане работы хотелось бы тоже каких-то позитивных перемен, но идет состояние какого-то застоя. Несмотря на все это, в плане финансов, смотрите, мои хорошие, здесь все хорошо, потому что деньги у вас есть, либо деньги есть у вашего партнера, и вполне возможно, именно это одна из причин, почему вы остаетесь в этих отношениях. Но давайте смотреть работу. Если вы ищете трудоустроиться, хотите работать по найму, то здесь, в принципе, трудоустройство может быть на работу стабильную, на работу, которая даст вам определенный доход, но доход может быть не безумно большим. Но опять-таки, трудоустройство здесь будет. Если вы работаете по найму, уже трудоустроенный, смотрите, мои хорошие, здесь идет ожидание какого-то другого предложения, и оно вам тоже будет. Единственное, что может проиграться позже, не так быстро, как вы этого хотели. Если у вас свой собственный бизнес, то в силу каких-то конфликтных ситуаций, он не может развиваться, он не может расти. Опять-таки, если вы находитесь в горячих точках, то есть там, где идут какие-то военные действия, либо военные действия имеют какое-то влияние на ваш бизнес, то здесь бизнес не развивается именно за того, что вот есть угроза, например, каких-то военных действий. для кого-то может проиграться так, что вы просто не выдерживаете конкуренцию в плане вашего бизнеса, потому что очень жесткая конкуренция, не все играют по правилам, и, соответственно, здесь развития вашего бизнеса нет. Что вам делать? Смотрите, мои хорошие, здесь вам нужно будет подумать и взвесить, можете ли вы поднять этот бизнес, потому что, если не можете, то, возможно, стоит его закрыть, либо сменить профиль вашего бизнеса. Далее, что или кто вам будет помогать в ноябре месяце, если не будете спешить? Опять-таки, здесь вот поездка, она есть, но она не должна быть в ноябре. То есть, в ноябре эта поездка не принесет вам тех результатов, которые вы хотите, даже если вы поедете в ноябре. Поэтому карта говорит, ждите, наберитесь терпения, не спешите. Особенно, если это касается международной поездки. Если же все-таки на повестке дня стоит вопрос закрытия бизнеса, тоже не спешите. Возьмите паузу, вы ждите. Хорошо. И давайте посмотрим совет вам на ноябре месяц, что здесь для вас. Ну что ж, мои хорошие, здесь нужно думать неординарно. Возможно, нужно взять паузу. Возможно, где-то схитрить, где-то слукавить, для того, чтобы получить те результаты, которые вам нужны. Ну что ж, мои дорогие скорпиончики, на этом я с вами прощаюсь. Если с вами резонирует расклад, если он вам понравился, вы можете поблагодарить меня за мою работу комментарием под видео, либо лайком. А на этом я с вами прощаюсь. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова